В студии Евгений Янович Сатановский. Вопрос к нему очевидный и пугающий всех. Тут наш МИД возмутился. Что себе позволяет израильская военщина? Кого она бомбит? Как она так? Без получения, как написал на какой-то гражданин, а что же это? Была санкция Совбеза? Я его спросил, а что теперь надо? Сирия воюет с Израилем. Сирия находится с Израилем в состоянии войны. Точка. Перемирия по голландским высотам соблюдаются по сирийской армии, никто не бьет. Война идет, что называется, по доверенности. Через сирийскую территорию идут различные караваны с вооружениями, ракеты для Хизбаллы. В Южном Ливане эти ракеты достаточно серьезные арсеналы составляют, и они парализуют добрую половину Израиля. Запускали их многократно. Представьте себе аналог. Вот у вас есть 22 июня 1941 года, и вы об этом знаете. Вот не как товарищ Сталин, которому хоть зорги, хоть не зорги, а подрастают. А вы четко понимаете, что по вас ударят. Вы превентивный удар нанесете? Или вы будете до Москвы откатываться и до Сталинграда, а потом с большим трудом, как Высоцкий пел, землю толкать ногами назад? Так вот, ровно это израильтяне и делают, и выполняют тот долг, который армия обязана выполнить перед населением своей страны. Делают достаточно... То есть, приоритет безопасности граждан Израиля и государства Израиля. Да более того, в свое время наше руководство четко и вполне обоснованно и правильно сообщило, что будет наносить удары после терактов соответствующих, после Первой и Второй Чеченской войны, по тем, кто готовит соответствующие удары по российской территории, за пределами российской территории. Потому что вот не надо, еще раз повторяю, ждать снега под Москвой и Сталинградом 41-го, а надо успевать бить первыми. Если это происходит точечно, если не ковровой бомбардировкой, которая сносит просто все подряд, а убрали объект, на котором шли работы, плутониевые циклы. Плутониевая программа, это важно для производства ядерного оружия. Делали для себя в запас или там для иранцев, скорее всего. Ну, то есть Биби выполняет то обязательство, которое он из себя взял. Точечно был нанесен удар по конвою, который вез из Сирии ракеты, так называемые САМ-17, которые могут подбивать израильские военные самолеты в сторону Хизбаллы. То есть получится в скором времени, что Израиль окажется окружен не гигантскими государствами, а будет чуть ли не самым крупным среди мелких. Так ведь вся проблема, которая в регионе, в Большом Ближнем Востоке, и сейчас она катится в Африку, и это будет гораздо хуже, чем Ближний Восток, там под племенным границем... Да, там же у нас границы по линейке были нарисованы. Там не только племена, там ещё внутри племенные... Внутри племенные отношения, там войны страшные. Нет, когда у тебя начинают в Сомали, Дир, Дирот, Ицхак и Роханвейн, четыре основные племенные союза, кто за, кто против, когда у тебя загава, мессерия, фур в Судане и все остальные, когда у тебя начинаются берберские внутри, туарекские, тубу в Ливии, и вот всё, что это катится, это называется развал послевоенного устройства, пост-постколониального устройства мира. Это, наверное, де-факто колониальное устройство. Вот были границы установлены колониальные. Да, и теперь они не держатся. В Африке, как говорит Маргелов, там 20 с небольшим процентов границ в Африке, это границы, проложенные между народами, а всё остальное поперёк. И вот это кончится такой резнёй. Не может не кончиться. Поэтому израильтяне перевентивно, точечно, о чём мы говорим, и выбивают оружие массового уничтожения и сырьё для него, потому что в руках правительства, ну ладно, а правительства завтра не будет, а в руках террористической группировки это полная хана. Чего нашему МИДу надо бы сообразить, потому что нам-то тоже придётся с этими ребятами встретиться и довольно быстро.